Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше делать ГАЗ ТИГР от фирмы Звезда, пикап апокалипсиса. Ну и хочу сразу поделиться с вами то, что я уже делал, точнее сделал, и своими как бы задумками, ну и опять как бы хочу с вами посоветоваться. Вот на данный момент так вот предполагаю разместить в салоне сидение, поставить ящики с боекомплектом. Сюда хочу поставить два пулемёта, пока что браунинга, если ничего не изменится за это время. На крышу хочу поставить АГС, как бы, чтобы уничтожать какие-то там либо завалы или препятствия впереди. Вот. Немножко хочу извиниться, могут быть посторонние звуки, типа дрели и стуков дятла, так как у соседей ремонт идёт уже, не знаю сколько лет, и опять что-то сверлят, но уже из-за этого пару видео я не смог выложить, так как время было снимать. Снимал, но видео были испорчены. Ах, как бы ждать, когда сделают ремонт они, и потом снимать что-то и делать, время не было. Вот. Так что прошу прощения. Продолжим дальше. Вот поставил дуги, дуги безопасности поставил. И хочу показать, вот как я сделал двери. Вот водительскую дверь сделал решётку пошире, бронеплиту поставил с отверстием сбойницы для автомата. А вторую дверь сделал плиту, наоборот, побольше, а решётку поменьше. Так же, наверное, это всё, что я уже сделал. Вот ещё хочу спросить пару вопросов. Стоит ли здесь сделать, как бы, из решётки такую защиту небольшую? Или не стоит? Как бы решётка будет защищать боекомплект. Или не стоит? Вот я ещё тоже не могу определиться. Послушаю ваше мнение. Спасибо вам, кстати, друзья, за советы, что помогаете, советуете. Потому что я анализирую, и каких предложений больше, те я стараюсь реализовывать. Вот. Что ещё хотел сказать? Ну, наверное, это всё. Скоро будет покраска. Но также я ещё хочу изобразить имитацию сварных швов. Например, что здесь прихвачено решётки. Там может спереди, ну, короче, нанести небольшую имитацию сварных швов. Всё-таки это где-то делалось в ангаре. Легенда у автомобиля тоже. Послеапокалипсисная. Послеапокалипсисная. Вот. Поэтому стоит показывать, как я буду делать швы сварные имитировать. Не стоит. Сразу хочу сказать, буду делать их с тянутого литника. Ну, и потом уже после покраски уже буду думать, как там нанести дополнительные фары повесить. И куда их буду вешать. Тоже ещё пока не решил. Но, наверное, сюда две. И, наверное, на кенгурятник. Тоже две фары. И ещё всё-таки не определился я с бронелистами. Может, какие-нибудь сюда-сюда поставить. Ну, не знаю ещё. Тоже как бы и хочется, чтобы было видно, что это ГАЗ Тигр. Но также как-то и защитить немножко автомобиль. Ну, вот смотрите. Пишите в комментариях, как вам нравится, не нравится. Но мне самому-самому нравится. Проделанная работа. Конечно, жалко, что у меня нету пока что крупнокалиберных российских пулемётов. Я бы их поставил бы с удовольствием. Но пока у меня их нету. Пока я буду... Пока останавливаюсь на браунингах. Также повешу тубусы грантомётов. Развешу. Там где-то положу. Может, ещё каких-нибудь вещмешков повешу. Только как ещё вешать? Ещё тоже пока что думаю в раздумьях. Но это уже, в принципе, пару крючков, наверное, я сделаю по бокам. И начну красить. Так же хочу сказать отдельное. Вот, как вы видели, у меня на предыдущем видео была шпаклёвка необработанная. Вот сейчас я её обработал. Очень мягко с ней работать. Очень хорошая шпаклёвка. Всем рекомендую. Не хуже Томии. Выпускает барнаульская фирма Пластмастер. А приобрести вы можете её в магазине Ямоделист. То есть, она есть и первый номер, и второй номер, и третий. С разными консистенциями и с разными свойствами. Там эластичная с минимальной усадкой. Вот это вот. Ну, и там разные. Мне очень понравилось. Но немножко я сначала начал её делать, не разбавляя, сразу наносить. Как бы если маленькая поверхность, её можно не разбавлять, ничем сразу нанести, заделать какую-то дырку. Но если вот большая, длинная поверхность, конечно, её лучше где-то подразвести. Немножко, немножко подразвести, чтобы она просто не успевала засыхать, когда вы нанесёте её на полную поверхность, так как она очень быстро сохнет. Вот это мне понравилось, что я уже буквально через 2-3 часа я её уже начал зачищать. Очень хорошо поддавалось. Я двумя видами наждачки зачищал. Сначала 800-й, а потом уже 2000-й, чтобы больше загладить. Обработалась хорошо. Уже вот прошло 2 дня. Не село, не осело. То есть, отлично. А как вы помните, маленькие дырочки я заделывал шпатлёвкой нитрожидкой. Тоже уже прошло больше недели, даже полторы недели. Она не усела. То есть, как обработал, так на этом и она и осталась. Тоже выпускает барнаульская фирма «Пластмастер». И такую шпатлёвку вы можете тоже приобрести, кстати, в магазине «Я моделист». Советую. Хорошая вещь. И за свои деньги, за свою цену очень достойная хорошая шпатлёвка. Так. Ну, наверное, всё. Буду заканчивать. Что хотел, я сказал. Чем хотел, с вами поделился. Надеюсь, видео тоже будет для многих полезно. Также. И как что-то вы мне ещё посоветуете. И будем делать швы и красить машину. Красить, конечно, я её буду, наверное, делать более ржавые тона. Хочу использовать тоже некоторые средства. Там маск-сколы, маски от фирмы «Пластмастер». Тоже хочу попробовать и показать, как они работают, как они действуют. Хочу автомобиль сделать такой более старый, ржавый, поцарапанный. Вот. Ну, будем пробовать, что получится, то получится. Что не получится, будем пробовать, чтобы получилось. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что не проходите мимо моих видео. Комментируете работы. Это вдохновляет. Хочется делать больше, качественней. Сейчас пока задумался, чтобы на зиму сделать себе лучшее освещение. Чтобы было хорошее освещение, чтобы не было теней в видео. Но пока что это только в планах. Но стараюсь, буду стараться. Вот. Если что-то приобрету, покажу. И увидите. Хочу, чтобы были качественные, конечно, ролики, качественные видео. Ну, на этом хочу откланяться, заканчиваю. Спасибо вам большое. Всех благ вам и вашим близким друзьям. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok